друзья всем большой привет вы на канале светлана франция спасибо что зашли подписались я очень рада вас здесь приветствовать давайте проведем этот день вместе начинается мой влог с утра я буду по мере продвижения этого влога отвечать на ваши вопросы вот как раз был задан вопрос ем ли я яйца каждый день не плохо ли это для здоровья я хочу сказать что сейчас очень много различных мнений медики говорят что плохо кто-то говорит что можно есть чуть ли не до пяти и больше яиц в день в общем слушайте свой организм гуляйте больше обращайте внимание как реагирует ваше тело и конечно же сдавайте анализы только это я могу вам посоветовать после завтрака у меня прогулка и погода у нас какая-то непонятная мой любимый плащ от и блю покупала его британ и до сих пор нашел меня спасает обожаю сегодня сделала на instagram рилз какие вот плащи самые лучшие для марки мне больше всего нравится если интересно заглядывайте а я пока пойду в магазин мне нужно докупить кое-какие продукты и цены девчонки безбожные мальчишки растут и не только во франции во всей европе и даже у вас стране почему говорю так потому что знаю татьяна вернулась из ярославля и писала что на самом деле все вроде ничего не изменилось по большому счету но цены очень сильно повысились напишите как у вас как у вас в городе на самом деле ли это так хожу по булочкам и осторожно выбираю что же купить на самом деле мой лозунг такой чем хуже жизнь тем лучше будем жить помните девчонки то есть будем еще более внимательно относиться к тому что мы тратим спасибо что поддержали тему минимализма я не люблю это слово минимализм и но вот осознанное потребление это да я надеюсь что мы будем с вами вместе именно вместе подчеркиваю развивать эту тему и возможно она будет для нас и для вас и для нас и для меня полезный потому что мы здесь чтобы учиться чтобы становиться лучше чтобы делать нашу жизнь практичнее лучше как хотите я купила немного продуктов докупка такая даже не закупка а докупка немного сыру ну сейчас я вам покажу сыр я храню вот в такой емкости они есть разных марок и я всегда прокладываю какую-то бумагу пергаментную или иногда полотенца такие вот бумажные и меняю постоянно это практично они забирают влагу и в то же время посудина остается чистой ну зачем тратить энергию когда можно вот так сэкономить правильно и эта бумага я ее не меняю часто особенно вот если ту что для запекания она очень хорошо когда я вижу что она уже в негодном состоянии просто-напросто убираю ее на переработку сыр повысились цены очень сильно конечно разнообразие большое во франции но теперь нужно повышать бюджет мы стараемся покупать меньше но более качественные продукты и также выискивать те места стоки где можно покупать по дешевле сыры покупаю разные вот нашла моцарелла фимата так по моему под копченую очень захотелось конечно дорогое удовольствие но все-таки вспомнила италию стараемся есть небольшими порциями и чтобы хватило на подольше это тоже такая разнообразная такое знаете отношение наверно к определенному бюджету в семье не то что мы жадные нет на эту тему мы тоже поговорим потому что мне часто пишут и вот под последним блогом показываю что есть дырочки для того чтобы сыр дышал что французы они не экономные они жадные у меня уже были такие видео и я хочу возможно сделаю прямой эфир вот именно про жадность про минимализм про французов я подробно вам расскажу недавно слушала подкаст и был очень-очень интересный подкаст здесь дело совсем не в жадности вы знаете вот эти мифы или стереотипы это то же самое что сказать что все русские пьют водку да но вот есть же такое или по дорогам россии ходят медведи это тоже самое сказать что французы жадные в общем мы разовьем эту тему если вам интересно то обязательно мне напишите сейчас у нас организация закупочка небольшая организация холодильника у меня есть вот такие контейнеры я их покупала в магазине аксион экшен можно купить на различных сайтах есть и алиэкспресс и у нас сейчас знаменитый сайт тэмю скоро я получу от него заказ вам покажу именно там вот я заказала для организации кухни и нашего гаража вот такие контейнеры они неплохие но будьте осторожны их нельзя мыть посудомоечной машинке потому что при высокой температуре они деформируются форма не держится поэтому только вручную я также везде прокладываю бумажные полотенца и просто их напросто меняю тогда убирать мыть холодильник это очень очень просто к сожалению пластика еще достаточно много в нашем мире каждая вещь практически упакована или в коробку или в пластиковый пакет я сразу все убираю разбираю чтобы все это не лежала в холодильнике не затухала если можно так сказать и разбираю все по вот таким моим чашечкам винтажным не винтажным каким хотите я не сразу все мою потому что я считаю если помоешь вот те же грибы или какие-то фрукты овощи ягоды то это может гнить быстрее поэтому я мою когда уже подаю к столу ну вот конечно салат я стараюсь промывать с яблочным уксусом сейчас вы увидите я купила листья шпината и я их промою и также прокладываю сополение чтобы влага ушла его потом можно менять вот сейчас все разбираю убираю в холодильник и чтобы все было аккуратно лучше для меня потратить несколько минут своего времени сразу не затолкав все пакеты в холодильник я этого не приемлю а просто убрав хорошенько и потом все чисто аккуратно яйца также раскладывая знаю что многие не хранят помидоры и яйца в холодильнике много раз об этом обсуждала это просто даже привычка это мама хранила яйца в холодильнике и я храню яйца в холодильнике хотя понимаю что некоторые хранят вот особенно если покупают много есть вот помню бабушка у нас покупала ведрами яйца и хранят не в холодильнике йогурт всегда убираю упаковку разламываю чтобы вот это все вот мелкие действия детали да но они экономят наше время утром в обед вечером согласитесь поэтому я дисциплинированный человек я считаю себя дисциплинированным человеком вот пришлось мне купить сумку вот такие беру всегда холщовые потому что после прогулки совсем не думала что зайду в магазин зашла и стратила 70 евро шпинат здесь нури это альги то есть водоросли шоколад 90 и 85 процентов я ем могу съесть дольку шоколада с орехами это мой десерт купила сливки вот такие для саши так как купила клубнику он любит со сливками и вот такие сливки молочные густые как сметанка хорошо в кофе когда кто-то приходит иногда пьют кофе с молоком и я сама люблю песто вот новая она с фисташками у нее не очень классные ингредиенты можно сделать конечно песто но сейчас так дорого стоят вот эти орешки кедровые да и вообще базилик и в общем купила саша любит добавлять в пасту сухой шампунь батист и диски для снятия макияжа сейчас мы с вами открываем листочки молодые шпината и сразу я их буду промывать я промою их несколько раз сначала под проточной водой несколько раз и потом и я их еще замочу забыла вам снять с яблочным уксусом также мою овощи и фрукты потому что ну иногда я покупаю в супермаркете не всегда биопродукты какие-то и биофрукты и просто-напросто стараюсь хорошо их промывать и также если я яблоко или грушу или режу моему сыну мужу то я очищаю корочку если же это био то можно есть конечно с кожурой если вы хорошо все перевариваете здесь мне кажется это такая поляна как я называю то есть это дело каждого как вести свое хозяйство на чем экономить какие продукты покупать здесь даже спор вот просто-напросто бесполезен но сейчас небольшая минутка бьюти минутка я делала рилс на instagram вот такая новая марка белис это париж недавно они совсем открыли вчера только было у них открытие сайта и вы знаете когда получаешь такую косметику такой интересный цвет думаешь ну не может быть она натуральный что же там такое на самом деле выиграла приз 2023 году натуральная новые косметика био биотехнологии новые технологии ингредиенты супер если вам интересно то заглядывайте на instagram я делюсь там очень многими продуктами красоты которые я тестирую вы скажете а как же минимализме я прям предвижу эти вопросы и знаю я уже к ним подготовлена поэтому обязательно задавайте я жду вашу обратную связь девочки знаете этот как сказать модели которая постоянно показывает какие-то вещи будь минималисткой и не носи вещи да какие так сказать и мне для меня сейчас делать видео для марок это моя работа чтобы сделать видео нужен материал то есть нужно или одежда или косметика и конечно же у меня сейчас достаточно много косметики которую я снимаю которую я тестирую и отправляю маркам вот сейчас как раз марка одобрила мое видео отправила им чтобы они поставили на свой сайт и также делюсь с вами что сейчас новенького появилась поэтому я предвижу все ваши вопросы я вас прекрасно понимаю человеку с одним лицом с одним телом столько всего не нужно ну я повезу подарки моим сестрам выйти этим летом и раздаю моей семье а еще хочу показать вам платочки я очень люблю платки конечно вот такой способ ношения не для всех но в летнее время вот например на юге и я очень люблю носить платки особенно шелковые и у меня в магазине появилось несколько платков его вам обязательно покажу я люблю их сочетать вот с любимым аксессуаром это очками очки и платки это мое все какое-то время забыла про них а сейчас помнила помните эту давняя-давняя когда-то фотография по началу ведения канала в эти выходные день мамы во франции поэтому саша решил сделать браслеты маме и бабушки и тети потому что мишель завтра исполняется 61 год это его новое увлечение вот такой он у нас мальчик ну конечно бывает что совсем немного играет в приставку без каких-либо проблем мы ему это разрешаем потому что где-то минут 15 не больше у нас уже следующий день утра погода теплая еда вкусная так как просите показываю вам то что я ем здесь у меня яйцо такой бутерброд на хрустящем хлебе один хлебец здесь лосось шпинат немножко хумуса и также что у нас там еще яйцо отвечаю на ваши вопросы не бойтесь задавайте с удовольствием буду делиться с вами и после завтрака да был еще черный шоколад 90 процентов несколько орешков после завтрака пока сын завтракает я делаю посылки муж обещал мне отвезти большую посылку поэтому мне нужно быстренько ее запечатать посылки из моего бутика винтаж из парижа и также я продолжаю разбирать мои шифонеры ящички и продавать на винтеде на любом куан меня спросили также как всегда делаю посылки все запечатываю и вещи получают вторую жизнь а вот такая у меня наверное для кого-то монотонная жизнь но я хочу сказать что жизнь у нас у всех монотонная дом работа мы готовим есть мы убираем дом мы ждем отпуска и вот так вот водоворот жизни в природе так я хочу сказать посылка готова сейчас я собрала сына когда муж работает дома он его просто-напросто отвезет и забросит забросит отвезет мою посылку тоже саша мне помогает помощник на улице прошел дождь поэтому зелень такая сочная и яркая я всегда стараюсь утром хотя бы немножко побыть в саду на пицца напитаться этой приятной энергией спасибо всем кто отри рак отреагировал на то что муж очень любит заниматься садом и написал что у них тоже мужья занимаются этим а сейчас бьюти минутка еще одна бьюти минутка моего влога я хочу вам посоветовать пудру я знаю что эта марка продается только во франции три феи это молодые девушки создали эту марку это минеральная пудра но я хочу вам сказать что если у вас проблемы с кожей вот у меня достаточно чувствительная кожа есть какие-то высыпания раздражения то минеральная пудра она вам в помощь ее можно использовать наслаивать как тональное средство а можно чуть-чуть припудривать я чуть-чуть припудриваю и знаете я раньше пользовалась у меня есть и пудра от мак и от шанель и так далее но я поняла что кожа под ними вот под пудрой тяжелой она конечно же не дышит и очень часто поры забиваются идут высыпания поэтому я использую сейчас минеральную пудру напишите какой пользуетесь вы и конечно же сейчас в магазинах очень большой выбор я с годами стала припудривать вот чуть-чуть т-зону чтобы не совсем блестела и совсем капельку поэтому пудры хватает надолго-надолго а сейчас я бегу по делам мои винтажки и погода странная то дождь то солнце и зонтики и очки эти очки от ботега венита просто показываю вам марки рассказываю кроссовки обязательно чтобы все было удобно и сумка я сделаю аутфиты на инстаграм и показываю на самом деле как я вот наряжаюсь каждый день джинсы от ивс толстовка чтобы если будет жарко можно было все это снять и практичная комфортная одежда сейчас мы с вами в винтажном магазине знаю что многие ждут и просят а многие пишут что я хожу по дешевым магазинам есть такие комментарии но я на них уже не обижаюсь я прекрасно понимаю что иногда просто людям хочется задеть хочется как-то ну для меня это стиль жизни это стиль жизни многих французов это у них крови ходить по барахолкам и покупать вторичную одежду на блошинных рынках я считаю что это наше так сказать будущее потому что сколько идет сил сколько идет энергии и так далее на производство наша планета страдает она переполнена всем этим поэтому нужно использовать то что у нас есть тем более что есть вещи новые красивые с этикетками почему бы и нет но здесь уже каждому решать я понимаю что многие не согласны со мной и это уже на протяжении многих лет я слышу я даже переверту переубеждать никого не буду но знаю также что на моем канале и на другом канале винтаж из парижа у меня второй канал и есть очень много любителей винтажной посуды недаром она сейчас такой моде она становится популярной на самом деле выбор уменьшается потому что многие я очень часто слышу русскую речь в таких магазинах раньше этого было не так много и люди покупают и одежду и утварь и декор для дома поэтому поэтому мне не стыдно мне просто-напросто приятно искать сокровища и на самом деле это мой стиль жизни это моя работа это мой бизнес если хотите моё хобби все вместе когда ты нас нашел то что ты любишь посмотрите какая великолепная красота и то мне кажется твоя жизнь становится еще лучше и гармоничной так что вот такой у меня получился в урок рассказала вам немножко процент цены которые взлетают но жизнь становится еще более осознанной и надеюсь что она будет лучше еще про дешевые магазины и конечно же про наш быт про сад про мое питание спасибо что поддерживаете так такие влоги мне очень приятно с вами общаться и конечно задавайте вопросы давайте уважать друг друга всех мамочек которые живут во франции в европе кто празднуют день и мамы я поздравляю с праздником и желаю чтобы ваши детки были самое главное здоровы и живы это самое самое главное и конечно же всего вам самого наилучшего увидимся очень очень скоро подписывайтесь на мои социальные сети на инстаграм если у вас есть такая возможность мы будем с вами общаться и там и спасибо за вашу активность проверки вашу подписку на ютюбе потому что youtube очень часто отписывает неактивных зрителей если вы хотите больше влогов то дайте мне мотивацию надеюсь что мы скоро дойдем до 100 тысяч подписчиков давно я к этому стремлюсь и ну надеюсь что однажды моя мечта исполнится и вы мне в этом поможете очень много по статистике смотрят мои видео без подписки я не понимаю почему возможно у вас нет доступа возможно вы просто забываете или заходите с аккаунта мужа или брата такое тоже бывает напишите подписаны вы на меня или нет и посмотрите какая величественная красота для этого конечно нужна большая квартира дом нужны так сказать замки сегодня было очень много мебели и неплохой мебели которая может еще и послужить если ее отреставрировать очень много посуды стекла фарфора керамики иногда бывает пусто иногда бывает густо и вот сегодня был тот день когда глаза разбежались посмотрите какой великолепный комод можно купить и посуду и вещи конечно я кое-что покупаю но совсем выборочно потому что у меня уже большой сток и мне наоборот сейчас нужно избавляться от лишнего если будут грядут перемены значит нужно как можно меньше покупать кровать тоже великолепная с галантными сценами ее привести нужно в порядок и будет такая для девочки в комнате великолепная романтическая спальна согласитесь ну вот на этом буду заканчивать спасибо вам огромное не забывайте поставить лайк и жду вас в комментариях пока пока увидимся очень скоро ваша светлана франция все ссылки оставляю в инфобоксе и также на канал моей сестренки елена франция у нее новый канал поэтому кто потерял обязательно заглядывайте подписывайтесь и давайте помогать друг другу и поддерживать друг друга